Во вторник, 1 сентября, для десногорских школьников наступил новый учебный год. Занятия во всех образовательных заведениях города начались в очной форме. Несмотря на пандемию, праздник прошел в традиционном формате, но с соблюдением санитарных норм. На торжественной линейке в одной из школ Десногорска побывала наша съемочная группа. В этом году в Десногорске школьный порог переступили 2925 учеников. Более 305 из них пошли в первый класс. Из-за коронавируса общешкольные линейки в этот раз отменили. Исключение сделали для первоклассников и выпускников. В средней школе номер один праздник прошел на школьном дворе. Первоклассники познакомились со своими будущими учителями и поздравили в стихах всех школьников. Одиннадцатиклассники, в свою очередь, сказали малышам напутственные слова и подарили им символический ключ от волшебной страны знаний. В торжественной линейке приняли участие почетные гости из администрации Десногорска, общественных организаций, депутаты городского совета и представители Смоленской АЭС. С теплыми поздравлениями в адрес учеников, педагогов и родителей выступил глава города Андрей Шубин. Хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за безграничное терпение и заботу о воспитании детей. Педагогам слова особой благодарности за их благородный труд. От всей души желаю всем вдохновения в труде и учебе. Пусть новый учебный год будет интересным и успешным. По традиции линейка завершилась первым в этом году звонком. В школу детей запускали по очереди. На входе установлен утренний фильтр, который будет действовать, пока не наладится эпид-обстановка. Школьников будут тщательно осматривать, чтобы в случае, если ребенок заразился, не допустить передачи инфекции. У нас сейчас все есть необходимые, соблюдены нормы. В соответствии с постановлением главного санитарного врача России проводим термометрию, проводим обработку дезинфекции рук и также рециркуляцию воздуха в помещениях. Ученики и их родители как никогда соскучились по школе, ведь до летних каникул несколько месяцев учились дистанционно. За это время выпускники сделали вывод о том, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе. Я вообще не одобряю это дистанционное обучение. Лучше, когда ты сидишь в школе и тебе все доступно, объясняют, показывают. Нужно иметь огромную усидчивость, чтобы ни на что не отвлекаться и все время быть занятым уроками. А так сидишь ты, то книгу увидишь, то еще телевизор заиграет, то еще что-то. В квартире это очень сложно учиться на дистанционном обучении. Несмотря на ограничения, праздник все же остался праздником, незабываемым, радостным и волнующим.